Они креативны, полны идей и готовы воплощать их в жизнь. Юные журналисты со всей Самарской области стали участниками первого конкурса молодежных СМИ «Мы – будущее России». Он прошел в Тольятти. Его инициатором выступил Поволжский православный институт. Там же приветствовали гостей и лауреатов молодежного конкурса. Самыми перспективными из них пообщались наши корреспонденты. Воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Именно им посвящен ролик студии «Рассвет». При скромных технических возможностях команде креативных молодых людей удалось удивить жюри первого конкурса молодежных СМИ «Мы – будущее России». Ролик снят на телефон. Этот короткометражный фильм стал лауреатом первой степени в номинации «Мы – наследники победы». Он также удостоился специального приза от соучредителя конкурса компании «Лады Медиа». С новой экшн-камерой процесс создания роликов будет еще более увлекательным. Во-первых, я очень тронусь, что такую работу оценили. Увидели, это значит, что жюри, члены жюри увидели нашу мысль. Значит, у нас получилось ее донести. Это очень важно. Подарили экшн-камеру, теперь будет еще больше фильмов. Открытый конкурс молодежных СМИ «Мы – будущее России» прошел по инициативе Поволжского православного института. И в первый же год его проведения организаторы получили около 70 работ со всех уголков Самарской области. Участвовали школьные и студенческие печатные издания, теле- и радиостудии. О социальной значимости конкурса говорил ректор Поволжского православного института Дмитрий Лескин. Мне хочется надеяться, что этот традиционный творческий конкурс журналистского мастерства по четырем номинациям, которые мы проводили, печатные сны, радиожурналистика, тележурналистика, интернет-журналистика, он станет традиционным, будет привлекать много-много интересных людей. В рамках конкурса для молодых талантов были организованы мастер-классы. Секреты профессии раскрывали доцент кафедры журналистика Тольяттинского госуниверситета Елена Раскатова и главный редактор телеканала БАСТ-ТВ и Тольятти-24 Яна Левина. Невероятное удовольствие получила от общения с нашей молодежью, и что вдвойне приятно. Перед началом мастер-класса спросила у ребят, кто видит себя в будущем тележурналистом, телеведущим, телережиссером. И что прям приятно удивило, порядка 70% ребят подняли руки. Конкурс поддержал и Союз журналистов Самарской области, одно из крупнейших профессиональных сообществ в России. Это еще раз подтверждает, что конкурс молодежных СМИ стартовал громко. И название у конкурса «Мы – будущее России». Это, конечно, очень о многом говорит, носит такой патриотический характер, что в наше время очень важно. Да, наши ребята в соцсетях, но они продвинуты во всех направлениях. Они смотрят телевизор, они читают газеты. Они действительно настоящее наше будущее, будущее прекрасной нашей России. И этот конкурс это доказал. Журналист – это именно тот человек, который должен знать много. Мы с вами оформляем информационную повестку нашей жизни. Мы отражаем все те события, которые происходят в городе, в нашем регионе и в стране. Общение с интересными людьми, новые знания и профессиональные навыки. Молодежный конкурс запомнится участникам яркими впечатлениями. И, возможно, станет первым серьезным шагом на пути к профессии. Татывик Бабаян, Александр Туровский. Новости Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова